Проделали путь в тысячи километров к Самарским берегам. В Кенельском районе губернии открылся питомник, куда привезли 12 глухарей. Вид занесен в Красную книгу Самарской области. Пернатых гостей распределили по вольерам, где созданы все условия для восстановления популяции отряда курообразных. На знакомство с этим уникальным видом птиц отправился и наш корреспондент Владимир Маркин. Они уже освоились и уверенно хозяйничают в своих вольерах. Прежде чем попасть в новый дом, питомник в поселке Формальный Кенельского района, глухари проделали путь более двух тысяч километров. Их привезли из новосибирского зоопарка. Смена климата на птиц не повлияла. Представители семейства Фазановых чувствуют себя хорошо. Пока эти пернатые постояльцы питомника совсем молоды. Возраст каждого не превышает четырех с половиной месяцев. Глухарь – птица, не привыкшая к общению с человеком, поэтому громкими звуками лучше не тревожить крылатых друзей. На попечении сотрудников питомника 12 глухарей, 4 самца и 8 самок. У пернатых свой тщательно составленный рацион питания. Основа рациона глухаря – это естественные природные корма. Это так называемые веники, то есть это ветки ивы или осины, с которых они с удовольствием сдирают молодые листочки. В зимний период – это лапник хвойных пород, сосна, ель. Поистине уникальный вид птиц. Глухари не прочь и попеть. В репертуаре крылатых красавцев – брачные песни, во время которых они ненадолго замолкают. Вот только эти пока ничего не исполняют. Еще слишком молоды, говорят зоотехники. Когда-то они были распространены и на территории нашего региона. Вот только в результате деятельности людей глухарь стал очень редким. Его даже занесли в Красную книгу Самарской области. В нашем районе строятся дальнейшие планы по привлечению сюда как жителей района, так и детей. Хотелось бы пожелать дальнейшего роста, развития. А мы со своей стороны обеспечим всестороннюю поддержку. Этот питомник по разведению тетеревиных птиц – единственный в европейской части России. Задача зоологов – восстановить популяцию редких птиц. А после, как и полагается вольнолюбивому отряду корообразных, глухари отправятся в дикую природу. Владимир Маркин, Виктор Соколов. Новости губернии. Кенельский район.